Вот, наконец-то мы прибыли уже в Бальнярию. Это речка здесь, небольшие пляжики, горная речка, дикое место. Ну, сейчас, сегодня дикое. Сан-Маркус, Сьерра называется. А, вот полынь растет тоже. Здесь что только не растет. И амбросия, и полынь. Вот такая природа вокруг. Красивая природа очень. Сейчас осень, поздняя осень, уже фактически зима. Провинция Кордоба. Это от столицы Кордобы, это местечко находится в 150 километрах. Здесь тоже продаются земли, и не очень дорого. Ну, насколько я знаю, от 4 тысяч долларов, где-то гектар. И люди покупают, селятся из разных мест, из разных стран, и в частности из Буэнос-Айреса, потому что это мегаполис с огромным количеством населения. Люди убегают из больших городов, и здесь объединяются, и делают общее дело. Какие-то импрессы небольшие, туризмом занимаются. Придумывают различные себе активидадосы. Ну, активидадосы – это различные мероприятия. Вот такие вот эспенизио. Идем быстро, потому что уже скоро будет смеркаться, солнце будет заходить. А нам еще ехать 2 часа до Рио-Себачус отсюда. До дома, где находится... До дома. В Рио-Себачус, где находится дом вот этой парочки, моей дочки и зятя. Вот. Так что, вот такая красота. Обалденная красота. Сейчас будем спускаться к речке, помочить ножки. Небольшие пляжики вижу издалека. Купаться вряд ли будем. Хотя тепло. 20 градусов, наверное. Природа, конечно, уже сереет. Ну, конечно, если уже на пороге зима. Аргентинская зима. Ну, в этой местности зима не суровая, естественно. Круглый год зелена. Ну, так как это семидесьертику, то есть полупустынный климат считается. Деревья невысокие и листву зимы они свою теряют. Ну, травка все равно есть. И есть различные растения. Вот, например, я встретила менту. Мента. Мента. Ой, зацепилась я. Закрючу за корягу. Мента. Мента это ментол. Мента. Вспомнила. Мята. Ароматная. Вот вкус и запах моего детства. Я в Белгороде жила. И мы вечно по лесам шастали. Мой папа работал в обкоме профсоюзов. Приходил с работы. Забирал нас быстренько. И после работы, и в выходные. Постоянно мы бегали. А вон две птицы сидят огромные. Бегали по лесам. Ой, какие красивые две птички. Дикие. А, это утки. Это утки. Ну, огромные. Полетели. Полетели. По воде. Плескались. Вот такая природа. Вот такие камешки. Обалденно. Такое дикое место. Но говорят, когда какие-то праздники в Аргентине. Особенно летом. Здесь народу больше, чем людей. И до сих пор многие приезжают сюда. А многие приезжают сюда по 10 раз. Даже вот моя дочка и зять были уже несколько раз здесь. Раз 8, говорят. Нравится им это местечко. Вот. Это место шикарное. И постоянно увеличивается население в этих местах. Все хотят уединиться куда-то. Но не получается. Но в одиночестве жить тоже очень тяжело. Надо иметь много навыков, чтобы прожить. А вон еще такая же птица сидит. Это не утка. Это что-то другое. Красавица. Водичка. Водичка. Камень. Вот лепешка коровья. Куда без нее? Везде. Коровья лепешка. Вот. Такие растения. Красота. Скрипит песочек. И тут я выхаживаю. А эти уже увалились. Отдыхают. Без предрассудков. Без ничего. Клюх. А, есть коврики. Позагораем. Очень тепло, кстати. А я в куртке. В теплой. Так, Жень, поснимай меня немножко. Чтобы я уже не прерывала видео. Одним кадром. А то монтировать я не хочу. Это слишком много. Ой, током бьется. Ударилась я током, да? Да. Я поднимаю. Зимние одежды. Где он ухаживает панталон? Алла. А как? А гуферу. Элькуля хухта. Пусто элькуля. Алла. На жопе дырка. Потому что в ресторане. Я объясняю на русском. В ресторане с тугом с гвоздем. Я села. Такой вид. Да, он большой. Да, вот. Да, совершенно. Это какой камень красивый. Посмотрите. Это же мрамор. Мармор. Вот он. Прям настоящий мрамор. Какая красота. Столько здесь. Я уже ее сняла. Речку. А ветер внезапно поднялся. Что-то не понравилось в наших словах. В природе. В моих. Наверное. Вот. Резко ветер поднялся. Ну, красиво. Обалдеть. Такой пейзаж. Птица большая сидит. Вон там вдалеке. Две улетели, а третья сидит. Где-то ее пара должна быть. А может, это их ребятенок. Карлос заснет сейчас на пару минут. Отрубится он это умеет. Вот. Нетушевые женщины. Не умеем расслабиться сразу. Вот. И потом поедем. Вот. Это испинизи дерево. Какое красивое дерево. Так, пошуршим. Приблизимся к дереву. Сейчас близко не помените. Вот она испинизи. Испинизи это колючка. Называется. Это из акации. Семейство акации. Не знаю, не семейство, но акации. Обалдеть. Природа интересная. Угу. Ну, небо, конечно же, выпачкали. Наши недоброжелатели. Ладно, красота. Природу ничем не испортишь. Угу. Жел生.